Когда и как правильно менять подгузник новорожденному? Если вы решили, что без одноразовых подгузников вам с малышом не обойтись, тогда пора научиться пользоваться этими чудо-помощниками. От того, когда и как менять памперс новорожденному, зависит, будет ли ваше знакомство удачным и без сопроводителей в виде опрелости и дерматитов. Какие подгузники-памперсы выбрать? При выборе подгузников, вы, конечно же, обращайте внимание на то, сколько стоят памперсы для новорожденных. Однако средства гигиены – не тот пункт, на котором можно экономить. Но есть несколько интересных предложений, с помощью которых можно значительно сэкономить семейный бюджет, в первые месяцы жизни. Новорожденного менять подгузники вам придется до 10 раз в сутки, так как ваш малыш писает около 30 раз. Следовательно, нет смысла покупать дорогие подгузники с 12-часовым впитывающим эффектом, тем более, что какать ребенок может тоже. Несколько раз в день, вы можете устраивать малышу воздушные ванны, уложив его на клеенку с пеленочкой. В этот момент он обязательно пописает, еще один вариант – чередовать одноразовые и многоразовые средства. Вторые вы можете соорудить самостоятельно, из марли и ваты, либо же купить готовые многоразовые тканевые трусики с вкладышами. Что касается ночного времени суток, то желательно обратиться к тем заветным дорогостоящим вариантам с максимальной впитываемостью. И индикаторам наполняемости. Об этих преимуществах производители пишут на упаковке, до 12 часов сухости и полоска индикатор, о том, как выбрать правильные подгузники. Подходящие именно вашему малышу, читайте в статье «Какие подгузники-памперсы лучше для новорожденного». ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ подмигивающее лицо, вперед при учении к горшку, вашими незаменимыми помощниками станут подгузники-трусики. Их легко снимать и одевать, при этом такую манипуляцию легко осилят и сами малыши. Интересное предложение – подгузники с исизающим рисунком. Как только малыш пописает в подгузник, а не в горшок, как должен был, рисунок на нем исчезнет. Узнайте подробности из статьи «Как приучить ребенка к горшку». ИДЖИТИ, 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 обратите внимание, что свой вариант лучших подгузников вы сможете определить лишь путем практики. То, что идеально подходит ребенку вашей соседке, может просто анатомически не подходить вашему малышу. Частота смены подгузника – вопрос, сколько раз менять памперс новорожденному, конечно же, индивидуален. Но есть ряд неписанных правил, на которые нельзя закрывать глаза, как часто менять подгузник новорожденному зависит от количества испражнений. После каждого стола вы должны обязательно сменить подгузник, читайте статью по теме, сколько раз должен быть стол у новорожденного. ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ подмигивающее лицо. Некоторые производители разработали специальный защитный слой, который впитывает жидкий кал и не пропускает его обратно. Да, это хорошая инновация, но для экстренного случая, когда малыш покакал на улице. Но если у вас есть возможность, обязательно смените гигиеническое средство. Малышам до трех месяцев желательно менять каждые 3-4 часа. Даже если вам кажется, что подгузник и не такой уж полный, мокрый материал может вызвать раздражение и опрелости на нежной коже новорожденного. В важной статье по этой теме вы можете найти много необходимой информации, читайте опрелости у новорожденного ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ. Следующий этап развития позволит вам несколько увеличить интервал между сменой подгузника. Но если ваш малыш часто прикладывается к груди, а, следовательно, часто писает, то часовые рамки для вас не заданы, СК Олька писает. Столько раз менять памперс новорожденному, уже в первые месяцы можно научиться высаживать ребенка над тазиком или раковиной. У многих это получается, главное выучить, когда малыш чаще писает, после сна, или во время кормления. Что касается смены подгузника, то в этот период вы ориентируетесь по ситуации и меняете понадобности. В общем, на день в этом случае вам понадобится 3-4 подгуза, отдельный вопрос, как часто менять памперс новорожденному ночью. Вы можете выбрать плотный вариант с хорошей впитываемостью, и не будить ребенка, чтобы заменить полный подгузник. Если вы знаете, что даже сверхвпитывающий подгузник не выдерживает напора вашего водохлеба, тогда совмещайте момент переодевания с кормлением. Стараясь не растормошить малыша, вам интересна будет статья, до скольки кормить ребенка ночью. ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ подмигивающее лицо, если вы пользуетесь многоразовыми подгузниками, то смену вкладышей или пеленок вы должны проводить после каждого мочи испускания. Дело хлопотное, но иначе нельзя. Вы не получите ответа, сколько памперсов в день уходит на новорожденного, еще и по той причине, что в жаркий день малыш может практически. Не писать, тогда как стоит немного похолодать, и ребенок может писать чуть ли не каждые полчаса. Количество смен подгузника зависит и от аппетита малыша, его общего состояния, так, например, во время прорезывания зубок возможны. Расстройство стула и более активное сосание груди. И как результат, в день может понадобиться до 10 подгузников. Читайте статью по теме «Жидкий стул у грудничка ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ». Как поменять подгузник? Если у вас первый ребенок и знакомство с подгузниками только предстоит, то первые разы желательно попрактиковаться на кукле или большой плюшевой игрушке. Место переодевания. Хорошо, если вы приобрели специальный пеленальный столик с защитными бортиками и полочкой для всего необходимого, читайте полезную статью о выборе пеленального стола ИДЖИТИ, 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 ИДЖИТИ подмигивающее лицо, неплохой вариант, накладка на детскую кроватку, вам не придется наклоняться над кроватью, а сама накладка обтянута клеенчатой материей и имеет высокие мягкие бортики, важно. Запомните, ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять ребенка на поверхности одного одежда. Отличный вариант для смены подгузника – одежда с кнопочками между ножек. Вам не нужно будет полностью раздевать карапуза, достаточно расстегнуть кнопки и освободить ножки и попку младенца. Если вы еще не подготовили вещи для младенца, обратите внимание на статью «Список вещей для новорожденных на первое время ИДЖИТИ, ИДЖИТИ». ИДЖИТИ – подготовка памперса. Не удивляйтесь, подгузники тоже нужно подготавливать. Прежде всего, достаньте один памперс из упаковки, разверните его полностью и несколько раз скрутите как жгутик. Путем этой нехитрой манипуляции вы не только разровняете изделие, но и вспушите его шаровую систему. Проверьте, исправны ли липучки, разровняйте манжетики. На всякий случай подготовьте запасной памперс, в зоне доступа должны быть средства гигиены, влажные салфетки и пелинка. Руки нужно вымыть с мылом. О том, какие именно влажные салфетки лучше выбирать для малышей, узнайте из статьи «Влажные салфетки для новорожденных ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ». Непосредственная смена. Итак, важный момент, вы начинаете переодевание, малыша укладываете на спинку на пеленальный стол, освобождаете ножки и низ спинки от одежды, расстегиваете памперс. И если малыш просто пописал, снимаете его, идеальный вариант – подмыть ребенка под проточной водой. Если такой возможности нет, протереть влажными салфетками, кстати, о том, как подмывать младенца хорошо написано в статье «Как подмывать новорожденную девочку и мальчика». ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ подмигивающее лицо, снова уложить малыша на столик, взять одной рукой за лодыжки и приподнять попку, подложить подгузник под спинку. Попку опустить и пропустить между ножками памперс, закрепите липучки, но не передавливая животик ребенку. Затем расправьте все манжетики и оденьте младенца. Смена памперса после испражнения. Если малыш покакал, нужно немедленно его переодеть, вы кладете малыша на спинку, аккуратно снимаете переднюю часть, вытираете. Ею кал между ножками, затем приподнимаете за лодыжки попку малыша, и обтираете спинку, желательно обмыть новорожденного водою. Для этого вы кладете малыша на вашу ладошку и другой рукой намыливаете и обмываете. Знайте, обратите внимание, что девочек нужно подмывать от писек попки, а мальчишкам – хорошо промывать гениталии. Есть небольшой нюанс, как одевать памперс новорожденному мальчику. Чтобы малыш не обмочил всю одежду, нужно выкладывать его половой орган в направлении вниз, тогда моча будет равномерно распределяться. По подгузнику, а не скапливаться в верхней и передней части и протекать при нажатии. Какой размер выбрать вы уже заметили, что на упаковке гигиенических средств указывается – размер памперсов для новорожденных и весовая категория детей. Однако, вес малышей в различных размерах пересекается. Так ноль – это от 2 до 4 килограмм, а один – от 3 до 6. Вы должны ориентироваться сами. Если младенец худенький и маленький, то ему идеально подойдет ноль размер. Другое дело, если на 4-килограммового крепыша вы натянете подгузник ноль размера, он протечет сразу же после первого мочеиспускания, даже если индикатор наполняемости будет говорить об обратном. Но не стоит надевать на новорожденного и подгузник с запасом, рассчитывая, что можно будет подольше не менять его. Такой вариант не будет прилегать плотно к ножкам и спинке, и ситуации с протеканиями не избежать. Как обрабатывать пупок новорожденного?